Доброе утро, ребята! Я приветствую вас на уроке биологии. Тема сегодняшнего урока – биотехнология, достижения и перспективы развития. Биотехнология – это сравнительно молодая наука, которая возникла на стыке разных технических, химических и биологических дисциплин. Возникновение биотехнологии во многом обязано Луи Пастеру. Это человек, который занимался вопросами производства и использования микроорганизмов. Это микробиолог. Биотехнология – это использование живых клеток и биологических процессов для получения необходимых человеку веществ. биотехнология, ее существование стало возможна благодаря развитию множества других наук. Так, в середине XX века это расцвет молекулярной биологии, генетики, микробиологии. Для того, чтобы осуществить биотехнологический процесс, существуют определенные этапы. Это подготовка объекта, культивирование объекта, выделение нужных штаммов, очистка отобранных штаммов, модификация штаммов и внедрение штаммов микроорганизмов производства. Главным объектом биотехнологического процесса являются микроорганизмы. На биотехнологию возлагают большие надежды в области сельского хозяйства для решения проблем с обеспечением населения продовольствием. Это производство биологических удобрений, которые будут влиять на урожайность. Это производство биогумуса, который является необходимым для повышения урожайности. С помощью биотехнологических процессов был разработан и поставлен на поток выпуск специального белкового корма, который хорошо усваивается животными. С развитием биотехнологии удалось получить антибиотики, гормоны, ферменты, аминокислоты, производство которых стало гораздо дешевле в сравнении с предыдущими способами. Биотехнология имеет два направления. Это генная и клеточная инженерия. Генная инженерия – это совокупность методов, которые позволяют переносить генетическую информацию из одного организма в другой. Методом генной инженерии является создание гибридной или рекомбинантной дезоксирибонуклеиновой кислоты. Генная инженерия начала развиваться с 1973 года, когда американские исследователи Стэнли Коун и Энли Чанг встроили бактериальную плазмиду в ДНК лягушки. Затем эту трансформированную плазмиду вернули в клетку бактерии, которая стала синтезировать белки лягушки, а также передавать лягушачью ДНК своим потомкам. Таким образом был найден метод, позволяющий встраивать чужеродные гены в геном определенного организма. Генная инженерия находит широкое практическое применение в отраслях народного хозяйства, таких как микробиологическая промышленность, фармакологическая промышленность, пищевая промышленность и сельское хозяйство. Клеточная инженерия. Эта область биотехнологии основана на культивировании клеток и тканей на питательных средах. Метод клеточной инженерии позволяет быстро получать много генетически разнообразного исходного материала для селекции. Результатом этих действий является увеличение урожайности картофеля, цитрусовых, плодово-ягодных культур. Можно выращивать как растительные, так и животные клетки. Но из животных клеток нельзя вырастить целый организм, а из растений можно. Клонирование. Это метод биотехнологии, в результате которого получают генетически одинаковые особи. Клонирование обычно применяется как производство клеток или тканей с одинаковыми наследственным материалом и признаками. Клонирование органов и тканей это главная задача для медицины. Такие органы станут спасением для людей, которым нужна пересадка органа. Еще один объект работы в биотехнологии стволовые клетки. Стволовые клетки образуются на ранних стадиях развития зародыша и имеют уникальные особенности. Они могут дифференцироваться. Ученые надеются с помощью этих клеток выращивать в лабораторных условиях сердечные, нервные, печеночные, иммунные клетки, а затем использовать их вместо донорских органов для лечения больных людей. Биотехнология это новое направление в науке. У нее большое будущее. Ученые работают над созданием новых биологических организмов для утилизации отходов и биологической очистки источных вод. Просматриваются и перспективы развития генной инженерии в решении глобальных проблем человечества, которые связаны с загрязнением окружающей среды. Ну и в завершении урока вспомним, с какими науками связана биотехнология, в чем проявляются основные этапы биотехнологического процесса, что из себя представляет генная и клеточная инженерия и каковы перспективы использования биотехнологии. Домашнее задание. Вам необходимо выполнить следующую работу. Ответить на вопросы. Первый вопрос. Осветите, пожалуйста, этические аспекты некоторых достижений в биотехнологии. Ответьте на вопрос биотехнология клонирования. Следующим вопросом является биотехнология в современной науке. Каково направление биотехнологии в современной медицине? Ну и хотелось бы, чтобы вы ответили на вопрос современные достижения и проблемы биотехнологии. Благодарю всех за работу.